На телеканале НСН новости в студии Ксения Кащеева. Здравствуйте, в выпуске к этому часу. В России частично меняются правила перевозки детей в автомобилях. В чем суть нововведения и когда они вступают в силу? Ребенок должен находиться под присмотром именно взрослых, совершеннолетних, тем, которых уже исполнилось 18. Уникальные аппараты появились в Красноярском перинатальном центре, как выхаживают младенцев весом меньше килограмма. Мы наших детей после выписки из стационара не бросаем. Они у нас все наблюдаются в кабинете Катамнеза. На юге Краева создали процесс выплавки железа по технологии двухтысячелетней давности, как проходил уникальный эксперимент. Поддувается меха, создается давление кислорода, нагнетание кислорода. В центре печки, вы видите, высыпали сейчас железную руду. То есть это как слоеный пирог. В Красноярске проездом побывал индийский путешественник, актер из легендарной династии Капуров. Что его поразило в Сибири? Каждый день одите и есть борщ. Каббич, битрун, карат, потето, мит. Потому что это капуста, свекла, морковка, мясо. Все. Губернатор Виктор Толоконский находится в рабочей поездке на севере края. Накануне он побывал в Норильске, где посетил несколько важных социальных объектов, в их числе строящийся перинатальный центр аэропорта Лыкель, где сейчас идет реконструкция взлетно-посадочной полосы. А сегодня он работает в Туре, где находится наш корреспондент Андрей Стародым. Вот что он рассказывает о ходе поездки. Здесь он посетил стройплощадки, где строятся дома для жителей, которые будут переселяться по программе переселения ветхого и аварийного жилья. Здесь три дома строятся и до осени они должны быть введены в эксплуатацию, а это около 60 квартир, которые получат жители Туры. А накануне Виктор Толоконский работал в Норильске, там посетил несколько объектов и провел несколько совещаний. В частности, Виктор Толоконский побывал тоже на стройплощадке, но уже перинатального центра. И там по поручению губернатора, скорее всего, будет увеличено количество рабочих до 400 человек, для того, чтобы успеть все-таки до холодов, до морозов создать тепловой контур и начать уже отделочные работы. И ПАН все еще сохраняется. Это введение в строй, введение в эксплуатацию перинатального центра до конца этого года. В России меняются правила перевозки детей в машинах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Главное нововведение заключается в том, что отныне пассажиров, которым не исполнилось 7 лет, можно перевозить только в специальных креслах и люльках и только на заднем сидении. Использовать для таких малышей другие удерживающие устройства, например, бостер или адаптеры ремня безопасности, теперь нельзя. По мнению экспертов, они не обеспечивают должную безопасность. Дети в возрасте от 7 до 12 лет могут ездить на задних сидениях без автокресел, но они должны быть обязательно пристегнуты. На переднем же сидении использовать кресло необходимо в любом случае. За невыполнение этих требований предусмотрен существенный штраф в 3000 рублей. Еще одна важная поправка запрещает оставлять детей до 7 лет в машине без присмотра взрослых. Ребенок должен находиться под присмотром именно взрослых, совершеннолетних, тем, которых уже исполнилось 18. Какой-либо административной ответственности за это нарушение пока еще нет. Но у нас есть статья Уголовного кодекса 125, которая предусматривает лишение свободы сроком на один год за оставление в опасности. У нас в стране существует такая судебная практика, когда автовладельцы привлекались именно по этой статье, когда оставляли детей в автомобиле, как правило, на жаре. Уникальные аппараты появились в Красноярском перинатальном центре. Как выхаживают младенцев весом меньше килограмма, расскажем далее. Это значит труп? По-моему, вполне труп. Вам не кажется, что вы зря копаете? Обычное самоубийство? Ошибаетесь, дорогой Ватсон, ошибаетесь. Скорее убийство. Как можно быть таким чудовищем? Соорудить тюрьму и оставлять там жертву умирать? Думаете, Мириэль действовала одна? Верится с трудом. Каин. Исключение из правил 2. По будням в час 20 на телеканале Енисей. Все виды лазерной коррекции зрения только в глазном центре на Никитина 1В, включая новейшую технологию «Смайл». Цена 12 тысяч рублей. Ты крышу починил? Ну как там Москва? Ты крышу починил? Я ж тебя просила, андулина. Так это и есть андулин. Да ладно. Черепица «Андулин». Центр изоляции 2906-901. Московская ярмарка верхней одежды. Только в июле честная скидка 30%. На все. Торопитесь. Магазин «Ермак», Матросова 18 и торговый комплекс «Авиатор» на «Авиаторов 5». Купи велосипед в розницу по оптовой цене. Более 300 моделей в наличии. Мы доставим его в любую точку Красноярска бесплатно. Оптово-розничная база велосипедов. Поселок Березовка, Кирова, 56. В Красноярске специалисты Министерства природных ресурсов и экологии края совместно с автоинспекторами провели экологический рейд. Они проверили, соответствуют ли допустимым нормам выхлопы автобусов. Проблема острая. Известно, что треть выбросов в воздух краевого центра приходится именно на автомобильный транспорт. С подробностями Валентина Береснева. Содержание загрязняющих веществ в выхлопной трубе определяется при помощи двух специальных приборов. Первый – это переносной газоанализатор. Он измеряет выбросы у транспортных средств, которые заправляются газом. Второй прибор – это дымомер. Соответственно, он мерит количество и качество выхлопов у дизельных автобусов и автомобилей. Проверка проходит довольно быстро. Останавливается автобус, к выхлопной трубе подсоединяют специальный зонд, который подключен к этим приборам. По команде специалиста водитель шесть раз плавно нажимает педаль газа. Этого достаточно, чтобы выяснить точный результат. Измеряется количество угарного газа, оксида углерода, кислорода и метана, которые попадают в городской воздух. В первую очередь определяется по бензину пять основных показателей, по дизелю в районе трёх показателей ключевых. Они являются маркерными и показывают вообще качество работы двигателя и, соответственно, автотранспортного средства. Как сам автолюбитель могу сказать, что если ряд из этих показателей имеет отклонение, то машина не только наносит вред окружающей среде, она и хозяин наносит вред, бьёт конкретно по кошельку. Уже у второго проверенного автобуса серьёзное нарушение. Количество загрязняющих веществ превышено в сто раз. На водителя и владельца маршрутки сразу составляют протокол. Им грозит штраф от 500 до 1000 рублей. По словам сотрудников ГАИ, на каждом предприятии есть прибор, измеряющий выхлопные газы автобусов в атмосферу. Значит, предприниматели сознательно нарушают правила. За день проверили около ста маршруток и грузовиков. Специалисты говорят, такие рейды существенно помогают контролировать выбросы в атмосферу. Эти мероприятия, я считаю, будут положительно относиться к нашей окружающей среде, людям, водителям, тем, что у нас будет меньше загазованность в городе Красноярске. Потому что наряду со всеми предприятиями, ещё когда автомобили допускают нарушение вхлопных газов, ну, сложновато дышать. Такие рейды обещают проводить регулярно. Не менее семи раз в месяц в разных районах города. Проверять будут не только автобусы, но и грузовики. Чтобы результаты были объективными, место и время проверки сами сотрудники Министерства и ГАИ будут узнавать лишь непосредственно перед выездом. Валентина Береснева, Максим Галат, Новости. С территории Красноярска ТЦ-1 исчезнет большинство труп. Такое решение принято в рамках проекта модернизации старейшей в городе Теплоцентрали. На объекте сегодня побывали депутаты Законодательного собрания края и три десятка экспертов, чтобы оценить эффективность запланированных мероприятий. Алина Штоколова о том, поможет ли это жителям краевой столицы дышать свободнее. Три из четырех труб на Красноярской ТЦ-1 снесут по проекту модернизации. Здесь останется только один 180-метровый дымоход. Остальные заменят новой трубой, которая будет выше существующей почти на 100 метров. Сделать это будет непросто. Помещения старейшей в Сибири Теплоэлектроцентрали, строить которые начали еще в 40-е годы прошлого века, не были предусмотрены под размещение современного габаритного оборудования. Поэтому часть корпуса станции придется сносить и убирать газоходы, чтобы установить электрофильтры. Но оно того стоит. При реализации всех мероприятий, значит, снижение выбросов пылесовой от уровня 16-го года будет не менее чем на 80% и снижение общего объема выбросов от уровня 16-го года не менее чем на 25%. Новая дымовая труба, которая заменит три существующих, поднимется минимум на 270 метров над землей. Это выше, чем облако водяного пара, которое естественным путем образуется над Красноярском. А значит, выбросы не будут задерживаться в атмосфере. Кроме того, по законам физики, каждые 10 метров дымохода снижает количество выбрасываемых веществ в приземном слое на 15%. Высота даст непосредственно более эффективное рассеяние за счет уже способности атмосферы, городской атмосферы воздуха, уносить эти загрязняющиества за пределы городской черты и не позволит им накапливаться уже в приземном слое города. СГК уже объявила конкурс на разработку проектов замены дымовых труб и установки электрофильтра. Это пилотный проект. Если он докажет свою эффективность, на ТЭЦ-1 появится еще около десятка новейших электрофильтров, которые повысят уровень очистки уходящих газов, в частности от пыли, в 12 раз. Это сократит экологическую нагрузку на краевой центр. Эксперты отмечают, бороться нужно не только с выбросами крупных предприятий. Все понимают, что с экологией в городе Краснодарске необходимо не просто о ней говорить, но необходимо бороться. А бороться мы можем только единственным путем, когда будем знать реальную ситуацию. Кто выбрасывает негативные выбросы, какое вещество для того, чтобы продумать конкретную программу по каждому направлению, по воздуху, по незарегистрированным предприятиям. Начать строительно-монтажной работы на Красноярской ТЭЦ-1 планируют уже в следующем году. В планах запустить новый электрофильтр в начале 2019-го. В целом программа модернизации крупнейшей в Сибири. Теплоэлектроцентрали рассчитана до 2021 года. Алина Штоколова, Максим Галат, Новости. В Красноярский перинатальный центр привезли новое оборудование для реанимации новорожденных с экстремально низкой массой тела, то есть ниже 1 килограмма. Оно позволяет проводить щадящую вентиляцию легких и охлаждение всего тела. Как выхаживают глубоко недоношенных детей узнавала Анна Московских. Это отделение анестезиологии и реанимации Красноярского перинатального центра. Рожденные в учреждении глубоко недоношенные и тяжело больные дети попадают именно в это отделение. Здесь всегда сохраняется особая температура и тишина, так необходимая малышам. В этом году в перинатальном центре получили кювезы с возможностью проведения операции. Ведь для младенцев, которые родились на сроке 22-24 недели, каждое прикосновение может оказаться травмирующим. Еще одно приобретение – аппарат для щадящей вентиляции легких. Была куплена установка, называется «Наинозис 3600». Эта установка специально разработана для аппарата СЛЕ-5000. С ее помощью мы проводим как раз ингаляцию оксидом азота для нуждающихся пациентов. Оксид азота – это газ, который вырабатывается у здоровых людей в организме в определенном количестве. Он оказывает спазмолитический эффект на сосуды, в том числе и сосуды легких. Также здесь купили особое охлаждающее устройство, которое необходимо малышам с тяжелой гипоксией. Тело охлаждается до 33 градусов, что позволяет сохранить клетки мозга. Этот прибор – единственный во всем крае. Всего за прошлый год и за этот мы получили такое оборудование в районе 50 миллионов рублей на сумму. Ну и, соответственно, надеемся, что парк такого самого часто и используемого оборудования будет у нас пополняться, потому что у нас 24 койки реанимации только в перинатальном центре. В детской больнице также есть 12 койек неонатальной реанимации. Оборудование – это очень важно, но не менее необходимо малышам. Присутствие родных людей. Как только крохотные пациенты начинают сами дышать и есть, их переводят в отделение патологии новорожденных. И здесь за ними ухаживают мамы. 80% малышей находятся на грудном вскармливании. Как говорят врачи, переоценить это невозможно. Существует такое заболевание у недоношенных детей, и оно еще называется болезнь выживших недоношенных детей, это негротизирующий энтероколит. Это очень грозное осложнение. И основная профилактика этого заболевания – это грудное вскармливание с родзала. Здесь, на нашем этапе, мы уже с уверенностью говорим, что жизнь ребенку мы сохранили. И далее мы наших детей после выписки из стационара не бросаем. Они у нас все наблюдаются в кабинете катамнеза. Ежегодно в Красноярском перинатальном центре рождаются около 100 детей с экстремально низкой массой тела. Врачи говорят, долгосрочные прогнозы давать сложно. Возможно, в первые годы жизни малыши на самом деле могут отличаться от сверстников. Но благодаря работе медиков и заботе родных вырастают здоровыми мальчишками и девчонками. Анна Московских, Всеволод Никитин. Новости. Врач из села Парная Шарыповского района Игорь Мелешко стал лучшим в России. Таковы результаты профессионального конкурса. Наш корреспондент отправилась в гости к сельскому доктору и узнала, как им удается работать, держать большой огород и воспитывать троих детей. Как у нас дела сегодня? Нормально сегодня. Ночь с полей хорошо. Очень хорошо. Я рад. В больнице села Парная всегда есть пациенты. И не потому, что местные жители так часто болеют. Едут сюда специально из разных городов и районов края к врачу Игорю Мелешко. К тому же летом у него работы прибавляется. Местное озеро популярно среди туристов. За сезон на нем отдыхают до 25 тысяч человек. Я его видел давно по телевизору. Потом мне кто-то рассказывал про него. Я так и так. А потом у нас у Журской тут лежала женщина. И она мне рассказала. Она сильно болела. Приехала, как молодая бегает. И вот его хвалят. И я приехал. И я убедился сам. Он никогда не повысит голос. Он никогда никого не оскорбит, не обидит. Ну легко нам с ним. Вообще легко. Ну мы всячески стараемся его поддерживать. Конечно, он нас всегда за это и благодарит. Игорь Мелешко переехал из Красноярска в село Парная почти 30 лет назад. Сейчас заведует терапевтическим отделением и ведет прием в поликлинике. В этом году он впервые принял участие во всероссийском конкурсе медиков. Результаты стали неожиданными. Он стал победителем в номинации «Лучший сельский врач страны». Была там где-то вдалеке мечта занять хотя бы третье, да. Но когда я увидел результаты, просто я был в шоке. И полдня не мог прийти в себя, конечно. И это вдохновляет на дальнейшую работу. Чтобы добиваться еще больших успехов. Чтобы больница эта процветала. Естественно, по объективным причинам, многие сельские жители, нет возможности выехать в краевой центр, да. В городскую больницу города Шарипова. Мы должны оказывать качественную медицинскую помощь и обладать достаточным потенциалом для диагностики основных заболеваний. Парнинская сельская больница на хорошем счету. Здесь есть необходимое оборудование. А теперь еще и лучший российский врач. Игорь Мелешко начинает работать в 6 утра и заканчивает не раньше 9 вечера. Также занимается общественными делами. Он депутат. А по выходным и в дни рождения пациентов еще и музыкант. После работы лучший сельский врач проводит время на участке. На 20 сотках земли растут все популярные плодово-ягодные культуры. Надежный тыл, семья, супруга-медсестра. У Мелешко трое детей. Младшая дочь школьница, средняя будущий медик, старший спасает людей, работая в МЧС. Мы один период у нас был, мы жили в самом Шарипове как-то. Ну, недолго, там период, по-моему, 3 месяца. Ну, это было очень... Для нашего организма это очень тяжело. Ну, сразу в деревню. Да, мы не смогли... То есть приходим, четыре стены, никуда не выйти, ничего. Да, мы все решили, что будем жить и работать на селе. На своем личном опыте семья Мелешко убедилась. Жизнь на селе хороша. Здесь есть куда развиваться. И призывают молодых специалистов не бояться перебираться из городов в районы. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов. Новости. На юге Краева создали процесс выплавки железа по технологии двухтысячелетней давности. Как проходил уникальный эксперимент, расскажем через несколько минут. Хочу сказать тебе кое-что. Ладно, скажи. Я давно тебя люблю. Они потеряли сына, и теперь их жизнь лишена смысла. С каждым днем становится только хуже. Время не лечит. Лечит любовь. Он шевелится, когда слышит ваш голос. Потрогайте. Не хочу, спасибо. Пожалуйста. Самый лучший. Сегодня в 21.30. На телеканале Енисей. Жизнь открывает нам много возможностей. Путешествовать, работать и развиваться. Осуществлять мечты. А с кредитом наличными АТБ мечты исполняются быстро. Решение за 5 минут. До 700 тысяч рублей. Переплата всего 1% в месяц. Кредит – это просто. Мечтайте. А мы воплотим ваши мечты в реальность. Азиатско-тихоокеанский банк. АТБ. Все удобное, просто. Все виды лазерной коррекции зрения. Только в глазном центре на Никитина 1В. Включая новейшую технологию Смайл. Цена 12 тысяч рублей. Завтра вы встретите новый день. Еще один день для того, чтобы жить. Любить. Оставить о себе память. Для чего стоит жить? Как я выражаю свою любовь? Что оставлю после себя? Вопросы, на которые можете ответить только вы. Жить. Любить. Оставить память. МРСК Сибири. Мы работаем для того, чтобы вы жили. В Красноярске три человека скончались от отравления спиртосодержащей жидкостью неустановленного происхождения. Еще одна женщина госпитализирована. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. ЧП произошло на улице Джамбульской в Советском районе. По информации полицейских, в дежурную часть поступило сообщение, что в одном из гаражей обнаружены четыре человека без сознания. Там же следователи нашли канистру с останками неизвестной жидкости, которая по предварительным результатам исследования и стала причиной гибели людей. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, ну и все необходимые экспертизы, которые в данном случае проводятся. Задача полицейских сейчас входит, прежде всего, найти источник, где была приобретена данная жидкость. Вполне возможно, она вообще не является каким-либо питьевым напитком, ну то есть я имею в виду, что она какой-то алкогольный напиток и так далее. То есть это может быть что угодно. То есть любая спиртосодержащая жидкость, которая может быть относится к каким-то тормозным жидкостям, либо еще к каким-то. Старший из пострадавших, 52-летний мужчина погиб на месте. Еще двое молодых человек 39 и девушка 29 лет скончались в больнице, их спасти не удалось. Последняя пациентка сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Анализы показали, что в крови пострадавшей содержится ядовитое соединение – этиленгликоль. Этиленгликоль – это двухатомный спирт, который входит в состав, к примеру, растворителей, антифризов или тормозных жидкостей. То есть технические, довольно распространенные вещества, которые довольно несложно достать. И вот, как правило, люди этим пользуются, к сожалению, чтобы достичь опьянения. Енисейский район страдает от нашествия насекомых-вредителей. На леса и зеленые насаждения атаковали гусеница сибирского шелкопряда, бабочка-боярышница и белая тля. Как говорят эксперты, это связано с тем, что в последнее время в северных территориях края непривычно для этих мест погода, теплые зимы и засушливое лето. Все это приводит, с одной стороны, к неконтролируемому росту популяции вредителей, а с другой – нехватка воды ослабляет сами деревья. Поэтому сейчас все зеленые насаждения нуждаются в обильном поливе. Самолеты распыляют химикаты в лесах, но в городе прибегать к таким радикальным методам запрещено. Вся надежда на продаваемые в хозяйственных магазинах препараты и народные средства. Мы бы хотели обратиться ко всем жителям города, чтобы мы совместно могли начать спасать наш зеленый фонд. Это те насаждения, которые находятся и у вас на земельных участках, и рядом стоящие. Нужно народными средствами осуществлять регулярный полив, как нам порекомендовали. То есть вот такую борьбу надо нам совместно проводить. На юге Красноярского края плавили железо по скифской технологии. Археологи провели первый в России эксперимент по выплавке металла. Ученые из Хакаси, Тувы, Японии совместно с экспедиционным центром Русского географического общества, используя древние методики, воспроизвели весь процесс по технологиям 2000-летней давности на базе лагеря Ермак. Как делали железо в первом веке до нашей эры, расскажет Ольга Максюшина. То, что вы видите, это практически полная имитация того, что мы исследовали в 2015 году на памятнике Толчия. Это памятник в Богородском районе, сфоте Хакасия. Археолог из Хакасии Пётр Амзараков говорит, теперь стало понятно, каким образом в древности люди получали металл. Все теоретические исследования подтвердили и на практике. Это тяжелый процесс, который длится не одни сутки. Железную руду вручную размалывают на каменных жерновах. Главное соблюдать точные пропорции. Дресный уголь, полностью печка им заполнена. Поддувается меха, создается давление кислорода, нагнетание кислорода. В центре печки вы видите, высыпали сейчас железную руду. То есть это как слоёный пирог. Готовится сначала шихта. Шихта – это дроблённая железная руда. Чтобы выплавить железо целую неделю на базе лагеря Ермак шла подготовка. Учёным пришлось попотеть, чтобы запасти много древесного угля для процесса по двухтысячелетней технологии. Каждый день мы пробовали иначе и иначе. В первые дни, соответственно, он не получался. Мы выкладывали и древесину вертикально, и горизонтально. Зажигали и по три очага, и по семь очагов возгорания делали. Постепенно и поджигали ещё по краям. Но всё-таки в конечном результате, спустя неделю, мы пришли к результату. Печь для выплавки железа сделали сами. Вот эти конструкции, их археологи называют мехи. Ими раздувают огонь. Их, кстати, сделали по технологии, которая была две тысячи лет назад. Именно здесь, на этой территории. В реконструкции древнего способа принял участие профессор из Японии Исуюки Мураками. Уже многие годы он изучает технологию производства железа. Уникальный Красноярский край выбрал не случайно. Здесь насчитывают тысячи памятников древней металлургии. Ведь со времён скифов на этой территории производили металл в промышленных объёмах. Параллельно Исуюки Мураками ведёт проекты в Японии, Китае и Южной Корее, где население в основном земледельческое. Результаты раскопок в этом регионе очень важны, потому что технология производства железа кочевников отличается от остальных. И постепенно мы должны её изучить. Следующий этап проекта — сопоставить технологию производства железа в земледельческих осёдлых цивилизациях и скотоводческих, кочевнических. Кроме того, археологи говорят, проект полезен и тем, что начинаешь лучше понимать то время и людей, которые жили много тысячелетий назад. Это очень важно для понимания археологической науки. И важно понять все нюансы изготовления процесса, почувствовать себя прям человеком, который жил в те времена, и ощутить все те сложности, все те какие-то нюансы, которые мы, как жители нашего времени, как люди нашего времени, не можем понять и не можем ощутить. К открытиям эта земля привыкшая. Ну и мы сохраняем те самые традиции, которые были здесь заложены русским географическим обществом. Это то самое намоленное место. Поэтому мы приняли решение экспериментальную площадку сделать именно здесь. Это начало такого большого пути, начало большого международного проекта. Эксперимент продолжался 24 часа и прошёл успешно. В итоге специалисты получили то же, что и древние таштыкские мастера, низкоуглеродистое железо, которое нуждается в дальнейшей обработке и обогащении. Кстати, к изучению древней металлургии с каждым годом проявляют интерес всё больше учёных. К исследованиям планируют присоединиться университет из Китая, археологи из Кореи, Великобритании и Монголии. Они уверены, что совместными усилиями можно будет быстрее заполнить белые пятна истории нашего региона. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. В Краснодарский побывал индийский мотопутешественник Адития Раджа Капур. Он племянник всемирно известного актёра и режиссёра на Раджа Капур. Цель Адитии – посетить как можно больше стран, увидеть, как живут люди и составить своё представление о мире. О приключениях индейца в России расскажет Сергей Сеславин. Адития везёт его 50 килограмм по кладе. Байкал, Байкал. Байкал, он принял душ. Своё мотопутешествие Адития Раджа Капур начал во Владивостоке. К нам ехал через Иркутск. Мужчина рассказывает, больше всего его поразил масштаб и природа Сибири и то, как к нему иностранному гостю отнеслись люди. Мне понравился Амур, высокие деревья, маленькие деревни, где все приглашали меня к себе. Я люблю Россию. Я люблю Россию. Я люблю Россию. Я люблю Россию. Я путешествую по миру, чтобы составить своё представление, а не ориентироваться на то, что другие люди увидели и рассказали. Впечатлила гостя и русская кухня, а борщ и вовсе вызвал кулинарный восторг. Адития до сих пор не понимает, как из таких незамысловатых продуктов получается вкуснейший суп. Каждый день Адития ест борщ. Каббидж, битрун, керат, потато, мит. Потому что это капуста, свекла, морковка, мясо, всё. Картофель. Картофель. Адития родился в семье актёров. Его родной дядя – настоящая легенда индийского кинематографа Радж Капур. Совсем неудивительно, что свою жизнь Адития связал именно с кино. С юных лет он был помощником режиссёра, работал над картинами, которые вошли в золотой фонд Болливуда. Бобби – невинно осуждённые, истина, любовь и красота. А Сибирь, говорит Адития, как будто создана для съёмок. Нужно использовать это. Вчера мы ходили на лодке в Диногорск, и я всё время снимал. Это было очень красиво. Сильнее всего Адития был поражён красотой Байкала. По его словам, такое озеро могло появиться только в России. Представить подобное в любой другой стране просто невозможно. Следующая остановка в путешествии Адитии – Омск. Там он намерен посетить Ашрам – священное для индусов место. А конечной точкой большого мотопробега станет Москва. Сергей Сеславин, Всеволод Никитин. Новости. В Берёзовском районе проходит чемпионат Сибири по парашютному спорту. В каких дисциплинах определять лучших, расскажем через пару минут. Подать объявление в бегущую строку телеканала Енисей стало ещё проще. Заходите на сайт енисей.тв, нажмите вкладку «Реклама» и переходите в магазин объявлений. Выбирайте нужный раздел и приступайте к оформлению. В пустом поле указываете текст объявления, дату его выхода в эфир, контактный телефон. После чего оставляете адрес электронной почты и номер, по которому с вами может связаться наш менеджер. Вот и всё. Объявление ушло на модерацию. В течение 20 минут его проверят и отправят на вашу почту ссылку на оплату. Рассчитаться можно как банковской картой, так и электронными деньгами. Подайте объявление, не выходя из дома. Три дня в яркой майской Москве. Я ваш новый учитель рисования. А это вам от родительского комитета. Три дня, когда старший лейтенант печален, уже давно позабывший запах мирной жизни, вновь ощутит всю её прелесть. А вы ведь отколи? Это не отжим. Мы с собес. В фильме «Май». В среду в 21.30 на телеканале «Енисей». От мух мухояр. Саша, это шо? Ух ты, сколько денег на черепицу спалили. Шо это? Красота. Черепица «Андулин». Центр изоляции 2906-901. Необычную акцию сегодня провели сотрудники полка ДПС. Они предложили водителям попробовать себя в роли дорожных полицейских. Тем, кто соглашался, выдавали форменный жилет и жезл. После краткого инструктажа автовладельцы под наблюдением инспекторов выходили патрулировать улицы. Они останавливали машины и проверяли у водителей документы. Как пояснили в ГИБДД, цель этого мероприятия – объяснить автовладельцам, насколько трудна работа инспектора. Кроме того, рядом со стажерами постоянно находился сотрудник ДПС, поэтому у водителей не возникало сомнений в законности действия участников акции. «С точки зрения законодательства, без надзора, если дорожный инспектор не будет следить за этим, это недопустимо. Но у нас первогандистское мероприятие, праздничное мероприятие, поэтому вполне возможно такое действие». В Березовском районе проходит чемпионат Сибирского федерального округа по парашютному спорту. В многодневных соревнованиях участвует около 60 участников из Новосибирской, Четинской, Кемеровской, Томской областей и Красноярского края. Экстремальные состязания смогла запечатлеть наша съемочная группа. Здесь, на аэродроме Вознесенка, проходит настоящий праздник для профессионалов и любителей свободного полета. За моей спиной готовится к взлету самолет, на борту которого участники чемпионата по парашютному спорту. Для зрителей они приготовили настоящий подарок и демонстрируют эффектные трюки. Одиночный акробатический прыжок с высоты 2200 метров. За мгновение полета спортсмены-парашютисты успевают сделать в воздухе 6 вертикальных и горизонтальных фигур. На ошибки нет права. Все должно быть безопасно. Кроме того, каждый участник представляет определенный регион Сибирского федерального округа и стремится к наивысшему результату. В воздухе времени думать нет. Надо крутить за 10 секунд 6 фигур и в голове должно быть все отработано заранее. Две спирали сальто, две спирали сальто. В принципе, все. Но делается на большой скорости тяжело. Акробатические трюки выполняли и группами. Судьи определяли сильнейшие команды двоек и шестерок. Среди дисциплин чемпионата состязания по артистическим видам, такими как фрифлай и фристайл. Наиболее зрелищными оказались прыжки на точность приземления. Экстремалы должны были попасть пяткой в мишень размером с рублевую монету. Чита у нас первое место заняло по точности приземления. Я второе. Конечно, конкуренция есть. Спортсмены более перспективные, молодые, больше тренируются. Парашютный спорт, он, конечно, зависит от подготовленности спортсмена. И от погоды, конечно. И от удачи. Среди участников соревнований есть и профессионалы, и любители. Страсть к небу объединяет спасателей, инструкторов, пенсионеров и студентов. У выпускницы вуза Алены Моховой это 112-й прыжок. В своем городе попала в команду, но пригласили на данные соревнования. Ну, все приходит замечательно. Я вообще бы хотела сказать благодарность за такой прием. Все отлично. Акробатические фигуры собирали еще на земле. После долгих тренировок их слаженно строили в воздухе. В групповых прыжках на точность приземления победила команда из Новосибирской области. Второе место заняли четинцы, а третье – сборная Красноярска и Томска. Один тур выполнен. И если мы еще второй сегодня сделаем, то классический парашютизм мы можем уже подбивать итоги. Победители чемпионата объявят 5 июля. В среду вечером на церемонии награждения спортсменам вручат заслуженные медали. Валя Шарипова, Павел Патерлийцын. Новости. Продолжаем знакомить вас с участниками проекта «Наши дети», который готовится стать волонтерами универсиады 2019. Сегодняшний герой – Данил. Он уже 10 лет занимается русскими народными танцами и мечтает поступить в военное училище. Здравствуйте. Меня зовут Данил. Я участник проекта «Наши дети». Я захотел участвовать в проекте «Наши дети», потому что я хочу узнать много нового, помочь спортсменам, познакомиться с новыми людьми. Универсиада мне интересна тем, что она посвящена зимним видам спорта. Особенно хоккей мне нравится. Это скелетон, биатлон, лыжные гонки. Я учусь в восьмом классе, я занимаюсь танцами, боксом. Когда я был маленьким, мне бабушка рассказывала, что когда я научился ходить, я начал танцевать. Она что-то увидела во мне, я дала меня в городской кружок, там «Юность Сибири» называется ансамбль. Там я показал хороший результат. Танцами я занимаюсь уже 10 лет, с 5 лет. Мы ездили в Красноярск, там заняли второе место, дипломант второй степени. Конкурс назывался имени Годенко. Я хочу стать военным. Что связывает меня с волонтером, что помогать людям. После 11 класса в Новосибирск у деда племянники учились. С бабушкой у нас хорошее отношение. Она сейчас живет в деревне, я ей помогаю, куда-то уехал на лето. Помогаю в хозяйстве, деду на стройке помогаю. Я знаю только одно, что у меня в будущем. Я не сделал тех же ошибок, что и мои родители, что мои дети будут в целости, сохранности. Что у них будет все то, что не было у меня в детстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова При поддержке Красцветмета. Ну и в продолжении выпуска наш проект «Сибирская мудрость». О том, как нужно воспитывать детей, рассуждает руководитель ансамбля «Цыганская дорога» Оксана Грибанова. Изначально детей нужно просто любить. Любить, дать ребенку понимание того, что он любим, он нужен, что в любую минуту за него родители встанут горой. Есть свои особенности в цыганской семье. Это воспитание девочки. Девочка постоянно рядом с мамой, она ее учит, как правильно подойти к людям, как подать, как приготовить. И когда девочка подрастает, мама передает ей какие-то свои полномочия. То есть она может учиться куда-то, поехать по делам в магазин. А дочь в это время может приготовить еду отцу, братьям, пока мама отсутствует. На нее возлагаются уже такие обязанности, потому что ей дальше идти в жизнь. Там же ее никто не поддержит, потому что девочка, когда выходит замуж, она уходит в семью мужа. А сын остается с родителями. То есть он идет домой, в дом невесты. К этой минуте у меня все. Следите за развитием событий с нами. Своей информацией делитесь по телефону 236-01-36. Комментарии оставляйте на сайте www.unisei.tv Комментарии оставляйте на сайте.